Всем привет! Сегодня я буду готовить вкуснейший хлеб на закваске, который еще называют французская булка. Этот рецепт является моим фаворитом, так как хлеб получается всегда идеальным и очень вкусным. Его мякиш очень воздушный, с крупными порами и сливочный йогуртовым вкусом. Такой хлеб подходит для всевозможных бутербродов и гренок. Давайте приступим к приготовлению. Хлеб на закваске это процесс длительный, поэтому запасайтесь терпением. Сначала готовим опару. Чаще всего я ставлю опару в 11 часов вечера и на утро приступаю к замесу теста. В этом случае понадобится смешать всего 10 грамм закваски, 100 грамм воды и 100 грамм муки. Вы можете использовать любую закваску стопроцентной влажности. У меня сегодня ржаная закваска и даже на ней получается идеальная французская булка. При такой пропорции закваски, воды и муки опаре понадобится 10-12 часов на созревание при температуре 20-22 градуса. Миску с опары закройте пленкой. Главное не допускайте перекисания опары. Если вы внесете в тесто перекисшую опару, то хлеб тоже получится кислым. Если опару вам нужно получить быстрее, то возьмите 40 грамм закваски, 80 грамм воды и 80 грамм муки. С такими пропорциями опара будет созревать около 5 часов. Готовность опары определяйте по пузырькам на ее поверхности. Итак, прошло 10 часов и моя опара готова. Она приятно пахнет и на ее поверхности образовалось множество пузырьков. Теперь приступаю к замесу теста. Сначала в миску с опарой нужно добавить 290 грамм воды и перемешать. Затем добавляю 500 грамм муки и все смешиваю до однородности. На этом этапе важно только смешать муку с опарой. После этого я накрываю миску пленкой и оставляю на 30 минут на автолиз. За это время ферменты, содержащиеся в муке, активизируются и нам будет проще потом провозводить замес с самого тестом. Итак, прошло 30 минут. Теперь приступаю к оздобке теста. То есть на этом этапе нужно будет смешать сахар, соль и сливочное масло. Вводим все постепенно. Я буду вымешивать тесто руками, но вы можете пользоваться планетарным миксером или тестомесом. После автолиза я вымешиваю тесто около 2-3 минут и только потом добавляю 25 грамм сахара. Теперь нужно хорошо вымесить тесто до полного растворения сахара. Влажность этого теста 58%. Это достаточно влажное тесто и ручной замес нужно проводить с помощью техники отбивания. Сначала тесто бугристое липнет к рукам, но после активного замеса оно станет гладким и упругим. Когда сахар уже не будет чувствоваться в тесте, я добавляю 8 грамм соли и снова продолжаю активно вымешивать. Когда соль полностью войдет в тесто, я постепенно добавлю 25 грамм сливочного масла. На этом этапе масло будет разрушать волокна клейковины, но после нескольких минут замеса тесто снова приобретает гладкость и упругость. Готовое тесто укладываем в миску, смазанную растительным маслом. Сверху накрываем пленкой и оставляем на 2,5-3 часа на брожение при комнатной температуре плюс 22 градуса. За это время нужно будет выполнить две обминки теста. Первую обминку я делаю через час после начала брожения и снова потом засекаю время на 1 час. Уже через час тесто стало значительно эластичным, что позволяет произвести качественную обминку. Через час я снова повторяю обминку и оставляю тесто продолжать бродить еще на 60 минут. Прошло 3 часа. За это время тесто хорошо увеличилось в объеме и теперь можно приступать к предформовке. Для этого я слегка подпыляю мукой рабочую поверхность и достаю все тесто из миски. Теперь я разделяю скребком все тесто на две одинаковые части. Каждую часть нужно округлить до появления упругости на поверхности заготовки. Когда обе заготовки я округлила, я их накрываю пленкой и оставляю на отлежку на 20 минут. Прошло 20 минут. Теперь можно приступать к основной формовке хлеба. Я решила сделать один хлеб с добавлением твердого сыра, а второй хлеб будет классическим. Как правильно сформовать французскую булку с сыром смотрите в моем предыдущем видео. Итак, приступаем к формованию классической французской булки. Для этого берем заготовку, аккуратно ее расправляем и начинаем плотно ее формовать. Чем плотнее она у вас получится, тем красивее хлеб будет после выпечки. Я формую заготовку по технике пеленания. Субтитры подогнал «Симон» Я помещаю эту заготовку швом вверх в миску, которую я застелила хлопковой тканью. Ткань нужно посыпать мукой или манкой. Сверху заготовку тоже я посыпаю манкой и укрываю пленкой. Отправляю заготовку швом вверх на расстойку на 1 час, в тепле при плюс 22 градусов. А только потом отправляю в холодильник на 15 часов, где у меня температура плюс 5 градусов. После расстойки в холодильнике заготовка очень хорошо расстоялась. Она значительно увеличилась в объеме. Духовку нужно нагреть до 250 градусов в течение 20 минут. Я выпекаю на противне застеленным пергаментной бумагой. Заготовку аккуратно переворачиваю на пергамент. И теперь нужно сделать надрез. Я надрез делаю обычным лезвием. Надрез делайте немного отступая от середины заготовки и наклоняя лезвие под углом 45 градусов. При этом лезвие нужно погружать в заготовку на 1 сантиметр. Кроме обычного надреза хлеб можно украшать различными рисунками или колосками. Заготовку из холодильника греть не нужно, а после надреза сразу ставим в духовку. Заготовку сверху я накрываю миской и отправляю в духовку на 15 минут. Эта металлическая миска выполняет функцию колпака, который обеспечивает хорошее увлажнение заготовки. За счет этого корочка на хлебе будет тоненькой и хрустящей. Прошло 15 минут. Нужно теперь уменьшить температуру до 200 градусов и снять колпак. Затем продолжаем выпекать хлеб еще 15 минут при 200 градусах уже без колпака. Итак, хлеб уже готов. Достаем его из духовки и перекладываем сразу на решетку. Готовность хлеба можно проверить по глухому звуку, если постучать по его дну. Хлеб остывает около часа на решетке. После остывания я его разрежу и покажу его внутренний мир. Вот такая получилась классическая французская булка. Хлеб очень ароматный и мягкий. Я довольна результатом. Готовьте хлеб всегда с хорошим настроением. И у вас обязательно все получится. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Желаю вдохновения на кухне и приятного аппетита!